Девочки, и всё, я пришла девочка из интеллигентной семьи, в результате меня взяли. А цель была какая? Что закончить медицинское училище на красный диплом и поступить на вечерний уже с каким-то, с одним, по-моему, экзаменом, с пятёркой, конечно же. А вечерний разве есть у нас в медицинском? Конечно, есть вечерний, то есть ты начинаешь как вечерник, а потом продолжаешь уже как нормальный человек, но только ты учишься не как все, а 6,5 лет. В общем, я выполнила это всё. Да, но параллельно я поступила на подготовительную, тогда это ещё было Октябрьское музыкальное училище, у меня Октябрьская революция, сейчас от Государственного института музыки имени Альфа Радышники. Я туда поступила и, собственно говоря, планировала всё-таки поступить туда уже окончательно. То есть всё-таки ты планировала музыкальную карьеру? Нет, у меня чётко совершенно шло, я готовилась в артистке опереты. Потом я знакомилась ещё с одними людьми, с моим другим педагогом, с Татьяной Борисовной Сёминой, она же Ларина, которая со мной начала заниматься джазовым вокалом. Это был мой первый педагог по джазовому вокалу. В результате я у неё брала уроки, потом она основывает джазовый вокальный квинтет, четверо девочек и один мальчик, в котором я 12 лет пропела. То есть это всё было до моего поступления в институт медицинский ещё, конечно же, в течение всего этого времени, пока я училась в институте, это концерты, репетиции, всё что угодно. На пятом курсе я поступаю уже в музыкальное училище, именно на джазовый вокал. Это то, что раньше называлось джазовой студией, такой всероссийской, всесоюзной известности, а потом это стало Московский колледж музыкальной импровизации. Какой диплом был первым в итоге? Сначала я стала медсестрой, потом я стала врачом, и через два года по окончании института я уже получила корочку, что я артистка, вокалистка, джазового ансамбля. У тебя стоял вопрос, куда пойти работать? Не, не стояла я, потому что параллельно делала всё. То есть я уже была в ординатуре, заканчивала ординатуру, я училась оперировать, и в этот момент мы ездили, гастролировали. А, к тому времени я уже, прошло лет 12, наверное, и вот тогда мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Это как раз фонеатрия? Нет. А, почему, собственно говоря, меня в институт медицинский удалось уговорить. Бабушка провела такую очень диверсионную работу, она что сделала? Она мне объяснила, Катечка, нет, Катечка она меня не звала. В общем, Катюша, есть такая, тебе не хочется быть чистым отлерингологом, но есть в отлерингологии такая подспециальность, как бы неофициальная, фонеатрия. Вот тебе близка музыка, ты поёшь. А есть отлерингология, это наша специальность. Ты понимаешь, если ты будешь петь, ты можешь остаться без куска хлеба. Ну, будучи врачом, худо, бедно, ну, на кусок хлеба ты, ну, хоть на какой-то, ты всегда заработаешь. Ну, в общем, они меня уговорили фактически, что я смогу, дело-то там было даже не в куске хлеба, а в том, что всё-таки я своим любимым делом смогу заниматься. Несмотря на то, что это медицинская обязанность. Несмотря на то, что да, ну, я, в общем, вообще не хотела совершенно, я это люто ненавидела. Я ненавидела всю учёбу в мединституте, просто я её физически не выносила. Тех людей, которые были вокруг меня, тоже совершенно не выносило, там были только отдельные педагоги, которым я была признательна. И мне этого вообще ни разу не нравилось. И после того, как я уже пришла в Московский областно-ноучно-исследовательский институт имени Владимирского, меня взяли в интернатуру по клинингологии, потом в ординатуру. И только в ординатуре, когда, я не знаю, ну, по-моему, свою пятую, наверное, трахеустому я наложила в дежурстве, и когда у меня пропал вот этот страх дежурства, оперативных вмешательств, вот тогда я бабушке сказала, что бабулечка, бабика, бабика, что я, вот ты знаешь, я уже там того. Не боюсь, и мне стало нравиться, мне стало нравиться. А что тебе стало нравиться? Мне стало нравиться вот это... То, что ты спасаешь людей, что у тебя это... Ну, такие вот это там, спасаешь, не спасаешь. Нет, мне понравилась эта специальность, то есть я стала входить в курс дела, я стала работать, я стала ориентироваться. Вокруг меня были потрясающие совершенно люди. Это мои учителя, это Ларин Юрьевич Зенгер, ныне покойный, к сожалению. Это наш, может быть, и до сих пор непревзойдённый, ларинголог, хирург в области ларингологии, специалист по ракционистонозам, гортани, трахеи и руководитель как раз этой клиники, маньяки, которые обслуживают всю Московскую область. Это Загир Пандотович Ашуров, который, к сожалению, тоже ныне покойный. Василь Мусаевич Исаев, слава тебе, Господи, здоровья. Мы с ним только вчера разговаривали. И вот Виталий Николаевич, конечно. Я могу сейчас кого-то обязательно случайно в ВПХ пропустить, ради Бога, меня извините. В общем, вот эти люди, вот это отделение маньяки, одно из самых тяжёлых вообще, в принципе, в нашей стране. Оно, кстати, одно было из первых отделений, Екатерининская больница, и одно из самых тяжёлых в стране. Почему? Ну, потому что самая тяжёлая, не только гортанная, самая тяжёлая, в принципе, патология стекается туда. Московская область, и там 200 километров, может быть, всё что угодно. Вот, поэтому было интересно, был прекрасный коллектив, было интересно, была разная, и самая в том числе грубая, для венкологической патологии. Мне было интересно, уже мне стало интересно. Но в любом случае я понимала, что буду заниматься именно тем, зачем я пришла, собственно говоря, в мединститут. И Владимир Георгиевич шёл мне навстречу, и мы в конечном итоге, когда они меня уже взяли на постоянную работу туда, в маньяки, мы организовали там, собственно говоря, открыли фенеатрическую службу в Московской области. И вот там был фенеатрический комитет. Я возглавила её, да, потом, когда я уже ушла, в общем-то, потом её не очень-то осталось. Но, тем не менее, в тот момент она была, работала, и мы пытались сделать настолько, насколько это возможно, заниматься гортанию именно с точки зрения реабилитации. Чем занимается фенеатр? Фенеатр – это ларинголог, естественно, который узко занимается патологией голосового аппарата. То есть это буквально вся ларингология терапевтическая, это профилактика, диагностика, лечение заболеваний гортани. Вплоть до того, что мы даже и диагностируем онкологические заболевания, конечно, мы ими не занимаемся, а передаём их, соответственно, тем специалистам, онкологам, которые непосредственно ведут там. Когда ты училась, ты говоришь, тебе было очень тяжело учиться. А почему ты всё-таки доучилась до конца? Что тебя держало? Я не могла этого не сделать, потому что девочка ответственная, конечно, и как бы меня бы не поняли в семье, естественно. Но тяжело мне было учиться, потому что, ну, когда ты совершенно музыкальный человек, тебе очень... И потом вокруг люди, люди такие, ну, в тот момент это было не мое окружение. Вот когда я поступила в мединститут, в музыкальное училище, то тогда я сразу вздохнула уже полным воздухом, естественно, полной грудью. Получается, что училище тебе уравновешивало учёбу в институте? Ну, на пятом курсе она начала уравновешивать, когда уже более-менее пришла в себя. Да, мне было... Ну, вообще, меня очень классно всё уравновешивало, потому что утром я ехала в институт учиться, вечером я училась в музыкальном училище, возвращалась в час ночи, и каждый день, и, боже, это происходило. Сколько тебе уравновешивало? Ну, весь институт, два года в институте в конце, потом после института два года, ну, я же там тоже училась и работала, и уже дежурила, поэтому... А, потом, а потом, потом мне сделали предлож... Ну, сначала я ушла вот из квинтета, и потом мне сделали предложение удивительное. А с квинтетом тоже мы очень много работали, и... Ну, как много? В тот момент было это очень сложно работать, потому что мы пели в джазовой манере. В джазовой манере мы пели и джазовые вещи, естественно. Поэтому это было совершенно неактуально. Это было вообще непродаваемо. Ну, практически непродаваемо. Поэтому либо только монстры оставались на плаву, а мы там, ну что, такие букашки совсем дети ещё. И не получалось это всё. То есть это держалось за счёт энтузиазма, но зарабатывать на этом не представляло, возможно, совершенно. Ну, и потом в конечном итоге меня пригласили руководить хором к Николаю Викторовичу Баскову. И я у него возглавила камерный хор. Будучи уже доктором. Я уже была доктором. Была очень смешная история. Удивительная история получается, потому что настолько две разноплановые специальности, несмотря на то, что ты всё равно занимаешься голосом, голосовыми связками, гортами. А, я уже... Да, да, да. Но самое смешное, что в этот момент я уже преподавала. Преподавала в том самом институте, ну, ещё пока в училище, в котором я должна была потом... В который я хотела поступить, в Шнитке, в Октябрьскую революцию, потом в Шнитке. Сначала это было просто училище, а потом появилась настройка, это стало институтом. И они меня взяли. То есть с первого курса мединститута я преподаю. Поэтому, когда все смеются, откуда у меня... В общем, я безумно... Я лет 20, наверное, преподавала. Да, 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 ровно 20 лет я в Шнитке преподавала. В Фуниатрике, Гигиенгулса. Это те предметы, которые, собственно говоря, на кафедре академического пения и народного пения первоначально... А, Дерхор ещё тогда был. Но потом Дерхор убрали. То есть народники и академисты. Сейчас это называется кафедра академического пения и оперной подготовки. Вот мы сделали специальный курс для них, для среднего звена и для высшего звена. Разработали. То есть я разрабатывала программу учебную для ребят, но 72 часа. То есть получается, что то, что ты изучала в институте, ты приходила вечером, адаптировала и уже... Ну, анатомию, физиологию я ещё как-то... Но приходилось изучать книги, которые там мне были уже ещё не по возрасту, с точки зрения осмысления этого. Но потом более-менее... Да, конечно, приходилось, естественно, приходилось обучаться постоянно. То есть я всё время обучилась. Ты была упорным ребёнком в детстве? Ну, если вот я вот это всё рассказала, как я была, я упорная. То есть маму, маму я никогда никуда не возила. Вот я водила маму. Это с самого детства была такая, да, цельная, ну, целеустремлённая, упорная. Ну, я говорила, мама, давай, мы идём, мы изучаем музыку там. А вот сейчас, мама, мы переводимся вот в эту школу, потому что там лучше учат музыки. Мне надо туда. Вот так. Наверное, да. Но спортом я, например, никаким... А, нет-нет, почему? Я занималась спортом, да. В 19 лет я пошла, да, впервые в жизни на какой-то спортивный. На каратэке у Косинка. Я три года прозанималась каратэкой с чужимом. Ужас, ты представляешь, что мы сейчас вспоминаем? Это тоже, это не больные танцы. Не-не, никаких танцев. А почему каратэкать? Не знаю, ну, я болела, я никогда физкультурой не занималась. У меня всё время была там, я по четверти могла пропускать. У меня была всё время какая-то справка. Вот. А мне так хотелось физкультурой заниматься. Все дети могли, я не могла. Ну, то есть я, как бы, наверное, могла, но, в общем, меня оберегали. И мне так хотелось, так хотелось. А тут вот такая вот была секция. Я пошла в мужскую группу. Ну, а других вариантов-то не было, женской не было. Ну, всё. Там опоздание, 50 отжиманий. Ну, это же контактный вид спорта. Да, это очень нестандартный выбор. Ну, так получилось. Но это была единственная возможность в тот момент, это была единственная секция. В которую ты могла попасть. В которую просто больше не было секции. Ну, как-то у меня не возникало вопросов, почему, а может быть, что-то другое находить. Ну, было и было. Три года. Три года. Краты. Да. Какой пояс? Нет, ну, там, в Кикушенкае там свои истории. В конечном итоге я не добилась никаких больших этих самых результатов, но я не болела. Самый главный результат, который был, я не болела. Вот эти три года, это босиком по бетонному полу, я совершенно не болела. Вообще. Ты шла с намерением именно поправить здоровье? Да, я подумала, что вот надо, пора бы уже заняться там физкультурой, которая была лишена в школе. У тебя какие-то ещё планы есть такие нестандартные? Да, у меня есть, у меня очень много планов. Не знаю. Я всё-таки ещё хочу научиться по-человечески играть в волейбол. Ну, я думаю, что после карате это обязательно получится. Тем более, это не противоречит всему остальному, что ты умеешь. А как ты попала на телевидение? На Евровидение? Вот эта вот часть твоей биографии, где ты была как раз... Я на Евровидение. Ты же была фониатором ТВ-проектов. Голос, голос дети, точь-в-точь, один в один, новая звезда, две звезды. Я уже сейчас и не упомню, когда это произошло. Значит, ну, во-первых, во-первых, конечно, я помню, как я попала. Это всё моя дорогая, драгоценная моя учительница Татьяна Ларина. Она же Сёмина, сначала Ларина, потом Сёмина. Моя Татьяна Борисовна, она в тот момент, она уже работала с фонографом джаз-бэндом. А мы, собственно говоря, тоже работали с моим квинтетом, с нашим квинтетом фламинго под её руководством. И с тем же самым фонографом пели. Или все песни года пели, вот там с 96-го по 2000-й год. Мы все песни года, которые финальные, которые в Кремле, мы всё там работали, вот в оркестре, в президентском оркестре. Все бэки пропевали. Была такая смешная, это была единственная какая-то работа, которую можно показать, что вот я в квинтете. И потом, там в квартете. И потом так получилось, что она мне позвонила, сказала, Кать, слушай, так и так, ты не могла бы, нам нужен фониатор на проект. И всё, я пришла совершенно. Пришла на первый канал, и там как-то получилось, что уже перехожу из проекта в проект. Ну, то есть есть некоторые проекты, в которых я уже 5 лет подряд, ну, тот же самый голос, 5 лет взрослого, 5 лет детского голоса. У тебя настолько разноплановое образование, настолько разноплановая деятельность. То есть вроде бы всё вертится вокруг одного, но тем не менее это совершенно разноплановое. И если честно, то это достаточно проблематично, потому что, естественно, что проще человеку добиваться определённых целей, результатов, когда у тебя чёткая конкретная цель. А у меня 255 направлений. Плюс ещё у меня же, естественно, научная, я-то возглавляю, в общем-то, научное, прежде всего, отделение, отдел, поэтому я научный работник. Чтобы все знают, что я научный работник. Это я так погулять вышла сегодня на радио. Помимо клинической, естественно, деятельности, и есть ещё общественная работа, которой я очень серьёзно и очень много лет занимаюсь. То есть, естественно, она в области медицины, естественно, она касается отлерингологии, в принципе, вообще всей отлерингологии и фониатрии. Потому что, ну вот, некоторое время тому назад мы воссоздали ту ассоциацию фониатров и фонопедов, которая была ещё в конце советской власти ещё была. И она сейчас с того года начала работать, эта ассоциация. Вот я в настоящий момент в качестве президента её возглавляю. До этого, так или иначе, эта деятельность была тоже по другим названиям, в другом объёме. Естественно, это работа в Российском обществе отлерингологов, ныне Национальная ассоциация отлерингологов. И это Международный день голоса, который я уже более 10 лет провожу в нашей стране, по всей стране. По всей стране, то есть нет региона, нет округа, нет округа, в которой не проводится Международный день голоса. То есть это огромное совершенно мероприятие. Мы там 100, в этом году 110 мероприятий в стране было проведено в рамках этого мероприятия. 16 апреля оно проводится. И последние три года мы всегда, четыре года всегда в тройке на планете. В этом году мы на втором месте, в том году мы были на первом месте, позапрошлом году мы были на первом месте, опережая Америку, Бразилию. То есть это такие страны, которые традиционно проводят достаточное количество мероприятий, но в том числе в силу того, что они более населены. Но есть страны, которые проводят много мероприятий, будучи не очень сильно, и наоборот. Всё зависит от людей, которые в процессе вовлечены. Это такое мероприятие с просветительским, прежде всего, характером. Оно проводится как врачами, так и педагогами, и вокальными педагогами, и простыми педагогами, логопедами, фонопедами. И, в общем, всеми теми, кто так или иначе завязан на волосе. Все люди принимают участие. Кто лекции читает, кто пишет статьи, кто проводит флешмобы, кто концерты делает, мастер-классы. Чего только нет. Дети рисунки рисуют, песни поэты. В общем, главная, основная задача – дать понять людям, прежде всего, со стороны врачей, основные, основополагающие вещи, для чего голос нужен. Что голос – это социально важная, значимая вещь. И как его беречь. И что одно дело, когда ты человеку говоришь, что это социально значимая вещь, он никогда непосредственно не поймёт. Как только у человека пропадает голос, а у человека может пропасть голос совершенно спокойно, на фоне элементарной простуды. И тогда у человека становится очень хорошо понятно всё. Когда срываются его переговоры по причине отсутствия голоса, он не хочет показывать себя как-то не очень там, естественно, не очень хорошо. Потому что отсутствие голоса, оно не добавляет красоты выступающему и обаяния. Те люди, которые выходят на трибуну, на одни из самых высоких трибун, в том числе в нашей стране, конечно же, они также заинтересованы в голосе. И, естественно, люди, которые никогда вообще не знали, что такое фонеатор, но в какой-то момент они знают, что им завтра выходить или сегодня даже выходить. А говорить-то они не могут, а на кону стоят. У кого деньги, у кого серьёзные проекты. И у публичных людей это репутация. А у артистов это, конечно, концерты, они зависимые. Даже не всегда речь идёт о деньгах, а прежде всего о твоей репутации, о том, что на тебе завязано там очень много тысяч людей, которые пришли на твой концерт. И вот в итоге спустя такое количество времени и такого количества дипломов, я бы сказала, да, и вообще компетенции, которые у тебя есть, кем ты себя больше ощущаешь? Поющим врачом или врачующим певцом? Нет, это вообще никак, потому что я сейчас совершенно не пою. Я пыталась год тому назад снова начать и пошла к своему педагогу, который меня как раз подготавливал именно в академической манере. Я пыталась к ней пойти и начать брать Юлию Васильевну Алисову, моя драгоценная. Вообще, надо сказать, что у меня все вокальные педагоги. Вот, кстати, такая интересная история. Не всегда находится у студента-вокалиста язык со своим педагогом. Вот у меня все педагоги, которые у меня были, они все были один, чутьнее другого. Чуднее, конечно, другого. Все были необыкновенные совершенно. И потом я возвращаюсь к Татьяне Борисовне, которая продолжает в фонографе джаз-бенде работать. И к Юлии Васильевне, она меня поддерживает. То есть, если мне надо какую-то форму набрать, если мне надо где-то выступать, периодически так и происходит, под какое-то мероприятие я, естественно, иду, подготавливаюсь. Очень тяжело. То есть, невозможно практически себя в форме удерживать. То есть, если ты не поешь, петь на высоком уровне – это проблематично. Ну, во всяком случае, на том уровне, который я перед собой ставлю. Ну, да, просто так-то я… Понятно, что я спою, сделаю, всё прилично. Но нас учили делать только хорошо. Поэтому я не могу сказать, я очень хочу вернуться. Я когда кандидатскую диссертацию свою защищала, я думаю, ну всё, сейчас я наконец-то… Всё брошу и запою. Ну, я не собиралась всё бросать, но в тот момент мы концертировали. Благодаря Коле Баскову мы ездили. Коля только начинался, и у нас был очень хороший сплочённый коллектив, 14 человек у нас было, у нас камерный был хор. Мы ездили по всей стране, по Сибирям, по Дальнему Востоку, по Америкам. Благодаря ему я также принимала участие в концертах в Корнеги-холл и в Кодексе, где вручают Оскаров. Ну, если говорить о каких-то таких известных площадках, конечно, российские площадки все там, и Кремлёвский дворец, и в тот момент ещё Россия был. То есть на всех площадках нога наша ступала. Я никогда не была лишена возможности петь. То есть я всегда пела. Другой вопрос, что я пела в составе. Кстати сказать, что лучше, чем ансамблевое пение до сих пор, несмотря на то, что, конечно, я сейчас и планирую, и собираюсь быть сольным исполнителем, но вот лучше того ощущения, что получает человек, который поёт в ансамбле, не в хоре даже, в ансамбле, когда только на тебе. Вот твоя партия только за тобой. Если ты её не туда, если ты по соседям, то всё. Страдают все пятеро. Вот лучше чувства этого нет. Это, по-моему, самое вообще гениальное, что тут придумано было. Ну, может, тут скажут по-другому. Солисты, то есть совсем не то, что все солисты, но, в принципе, я думаю, что люди, которые себя видят как солисты, они никогда в квинтите петь не будут. Потому что это должно быть такое вот чувство плеча. Очень серьёзное. Ты должен спинным мозгом чувствовать человека, который с тобой рядом. Ты требовательный человек по характеру? Требовательный? Да. Ну, конечно, я требовательный. Я не могу быть нетребовательным. Если, во-первых, я руководитель. Как руководитель я должна, естественно, требовать. А в семье? Как сказать? Ну, нормально. Хороший человек я. В семье? Такой. Ну, не знаю, такой вопрос. Хороший человек. Хороший человек. Ну, спросите мне что-нибудь ещё? Пожалуйста. Наверное. Ты стараешься сделать это хорошо и отлично? Да, конечно, естественно. А как по-другому? Нельзя по-другому. Хотя сейчас я пытаюсь себя как-то перебаровать. Нет, не так. Я уже понимаю, что нельзя во всём быть. Как-то мне однажды, да, мне сказали, что вы перфекционист. Я ещё такого слова не знала. Я обиделась, думаю, меня как-то обозвали как нехорошо. Потом я поняла, что, наверное, я именно оно или он. Потом взяла и вот в последнее время я уже понимаю, что однозначно совершенно нельзя вот так ко всему относиться. К лечению пациентов, и даже к лечению пациентов нельзя вот настолько выкладываться, потому что, когда ты приходишь, и ты к концу рабочего дня, ты просто ложишься пластом, ты понимаешь, что ты вообще не можешь. Ты не можешь сдвинуться, настолько ты вот пропустил через себя всё, с чем пришли твои пациенты. А ты считаешь, что ты реализовалась полностью в своей профессиональной карьере? Ну, во всяком случае, я могу сказать одно. Я люблю свою специальность. Я её люблю. Вот я её обожаю. И я должна поблагодарить мою бабушку Калинину Калану Васильеву и мою мамочку Наталью Аркадьевну Калинину, которые, в общем-то, так вот сподвигли меня к этому. Я благодарю их за это. Безусловно, я родилась для того, чтобы быть врачом. В том числе, конечно же. Но я родилась ещё и для многих других вещей. Я родилась для того, чтобы петь. Однозначно. Я родилась для того, чтобы ругать. Вообще, ну, я не знаю, скромно это или не скромно. Я, в принципе, могу сказать, что я могу всё. Я думаю, что куда бы меня не поставить, я сделаю всё. Такая некрасовская женщина. Может, я, да. Я однозначно совершенно могу, наверное, руководить страну. Вот я даже ни разу... Ни минуты не сомневаюсь в этом, да? Да, да, и дивизии, и всем остальным. Но вопрос, что мы хотим. Вот мне нравится, я люблю, и я хочу лечить людей. Мне это нравится. Я хочу... Я ставила эти задачи ещё там 10 лет, там, МОН-азад. Задачи интеграции российской утренгологии в фониаторе, как минимум, в западную. Для того, чтобы нас узнали. Я была когда-то первым человеком, который... Я не была первым, безусловно, нет. Это были мои коллеги, которые выезжали, естественно. Но в тот момент, когда начала я выезжать 10 лет тому назад, получалось так, что я выезжала фактически одна. Я одна ездила, естественно, за свои деньги. Я была одна, одна. И никого не было. И если все остальные иностранцы друг с другом на всех этих конгрессах и разговаривали, меня никто не знал. Я никого не знала. Я должна была всё делать одна. Я должна была на вот эти связи... Выстраивать. Выстраивать. В конечном итоге это привело к достаточно серьёзному результату. Потому что в 2014 году, ровно через 10 лет после того, как я начала выезжать, я сюда привезла... Да, я его привезла раньше, но организовала уже, ну, фактически привезла Европейский конгресс фониаторов, 27-й Европейский конгресс фониаторов, который приходил в Москве. Это, по-моему, второе или третье мероприятие в ларингологии, в сурдологии в тот момент проводились мероприятия. И вот по фониатрии. То есть в чистой... Да далеко не в каждой другой специальности что-то подобное происходило. Нам доверили. Нам доверили. Мы... Я выигрывала это. Я должна была отстаивать. Я должна была писать специализированные бумаги на эту тему. Должна была выступать, доказывать, почему это можно провести в Москве, а не в каком-то другом месте. В конечном итоге иностранные коллеги поверили. Слушай, у тебя возникает ощущение, что для тебя нет ничего невозможного. Если ты ставишь перед собой цель, ты чётко идёшь к ней. Да ни для кого нет ничего невозможного. Для всех нет. И все это понимают. Не все ставят цели. Но некоторые вообще не хотят ставить цели. Ты... Ну, это очень грустно и обидно. Ты живёшь по принципу. Поставила цель, дошла и поставила новую? Не могу сказать. Я сейчас вообще стараюсь никаких целей не ставить, потому что у меня дикое количество невыполненных ещё, незаконченных вопросов. Потом вот радио появилось в моей жизни. Я его обожаю совершенно. И я не могу не... Честно говоря, я не могу... У меня есть ещё семья, у меня есть ребёнок, который хочет моего общения. Поэтому мне достаточно проблематично. У меня маленькая девочка. Ну, как маленькая, ей 9 лет. Хороший возраст ещё. Ещё маленькая. Да, крошечная такая девочка. Она меня, естественно, ждёт и внуждается во мне. И поэтому я должна себя дарить всё-таки семья. Она будет врачом? Нет. Ну, во всяком случае, сейчас она не хочет быть. Я никого не... Она сначала хотелось быть стюардессой. Я говорю, давай, ладно, слушай, уже будьте пилотом, будьте лётчиком. То есть ты готова прервать семейную традицию? А почему бы нет? Совершенно нет. Мне, например, безумно нравится авиация. И я говорю, я Осипенко, а Осипенко — это фамилия лётчицы, герой Советского Союза Полины Осипенко. Она Полина... Я говорю, у тебя очень интересная такая фамилия. Ну, она не носит мою фамилию. Можно сказать кармическую. Она не носит мою фамилию, но тем не менее. Она знает очень хорошо, кто такая Полина Осипенко. Я говорю, слушай, ну давай, уже будьте лётчицы. Она говорит, нет, 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 нет. Пока это значение не имеет, на самом деле. А скажи, пожалуйста, у неё характер похож на твой? Она тоже такая целеустремлённая, не знает, чего хочет? Сложно сказать, но вот в три года она произнесла одну фразу, которая меня немножко насторожила. Сейчас ты поймёшь, потому что мы ехали по дороге, я её везла, а она вдруг... Ну, это хорошо, когда трёхлетний ребёнок такой говорит, мамочка, когда я буду президентом... Я затаилась уже, потому что меня ждало продолжение. И я всё-таки построю дороги. Всё-таки три года человеку такая достаточно глубокая фраза была. Я бы сказала, выстраданная, где же вы ехали-то? Такое впечатление, что в нашем стране можно ехать, по-моему, где угодно. Вот по Москве мы сейчас едем, и мы тоже страдаем. И тоже хотим стать президентом, чтобы выстрадать дороги. Я не хочу стать президентом, я просто хочу быть женщиной. Вот сейчас мне нравится совершенно быть женщиной и получать удовольствие от того, что ты женщина. Как ты думаешь, в чём секрет успеха? Потому что всё то, о чём ты рассказала сейчас, это действительно путь к успеху. То, что ты делала, то, что ты соединила какие-то несоединимые вещи. Это мультидисциплинарный подход к жизни, я бы так это назвала. Это, да, хорошая фраза, да. Когда ты берёшь и как конструктор всё складываешь воедино, и у тебя всё замыкается всё равно в одном и том же таком завихрении, которое позволяет тебе делать разные вещи, но всё время вокруг чего-то одного. Вот как ты думаешь, что сподвигает людей, что им помогает достигать вот этого всего? Сложно сказать, что других подвигает людей. У меня вообще никогда никаких вопросов в этом плане не возникало. Я знала, что так должно быть. Я знала, я делала это. Я понимаю, что есть какие-то стратегические вещи в жизни, и они у меня выстраивались всегда. Даже будучи ребёнком, я их очень чётко выстраивала. И я вообще никогда не понимаю, когда люди колеблются. Они думают там, хотя тоже я же колебалась. Кто ты по гороскопу? Я Козерог. У меня хороший день рождения, 30 декабря, сделанный, рождённый. Поэтому я шла и делала, и всё, всегда. А когда люди колеблются, когда им там 30 лет, они всё ещё не знают, а что им там в этой жизни сделать, а нужно ли им это и вообще. Но ты делала именно то, что ты хотела. Ну, не всегда я делала, что я хотела. Но я, допустим, при какие-то... Я понимала, что нужно это сделать, потому что старшие товарищи, возможно, тебе дурного не посоветуют. В конечном итоге, в большинстве случаев, действительно так. Но у меня очень хорошие старшие товарищи. Мне всегда везло со старшими товарищами, могу чётко сказать. Моя мама, моя бабушка – это вот те люди, которые меня очень серьёзно вели, помогали. Они сами такие, они сами такие. Они меня научили. То есть у меня не было каких-то проблем. Передо мной стояли две эти женщины. Передо мной стояли женщины, которые выезжали по ночам всё время по скорой оперировать кого-то. Я вместе с ним бежала. Это делать с мамой очень часто было. Потому что я ещё и маленькая бегала с ней, выезжала. Потом я уже, когда училась, тоже вместе с ней выезжала. Иной раз, когда скорая не успевала доехать за нами, мы просто бежали в больницу. Благо там, ну, километр. Мы бежали его. Ну, если человек задыхается, натрахиустом не ложить. Ну, конечно. Вот и всё. Мама у меня очень много-много-много лет проработала одна в отделении. Спасибо тебе огромное, что ты пришла сегодня вечером. Да, у нас с тобой уже всё. Осталось 40 минут до конца программы. Я безумно благодарна тебе за такую интересную беседу. За то, что ты рассказала о себе, как о человеке, о личности, о враче, да, о музыканте. Вообще о том, что ты делала и что ты будешь делать. Я думаю, что следующее, что ты обязательно научишься, это водить самолёт. Потому что твоему характеру это свойственно. Есть друзья, которые готовы это сделать. Но я хочу сказать, что всё-таки успех... Я не считаю, что я успешная. Я просто человек, который делает, делает своё дело и всё. А это и есть. По всей вероятности, это так и есть. Потому что для кого-то успех — это 100 тысяч лайков в Инстаграме. Для кого-то определение успеха — это когда ему предложили голым сфотографироваться в Максиме. И кто-то имеет миллион рублей за концерт. Я ни того, ни другого не имею. И тем не менее, ты делаешь то, что доставляет тебе удовольствие. И благодарность моих пациентов, которые меня благодарят, может быть, не так часто. Может быть, не всегда вспоминают об этом. Но тем не менее, я счастлива, что я могу быть полезна людям. Причём не просто полезна людям, а что я приношу людям здоровье. Это радует. Екатерина Осипенко, Елена Женина. История успеха. До новых встреч в эфире. До свидания.